День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Зияющая пустота. Котлован в центре Рязани – настоящие угрозы для местных жителей. Уборка по просьбе. Дирекция благоустройства отрабатывает сигналы из соцсетей. Почти как в армии студентов московских вузов захватила рязанская зима в спецназе. Котлован вместо двора. Такую картину жители домов по улице Вокзальной наблюдают уже несколько лет. Если быть точным, яму выкопали здесь еще 10 лет назад, когда-то ее рассчитывали довести до ума, обустроить подземную парковку, но так все и бросили. Мало того, что жителям негде гулять и ставить автомобили, заброшенная стройка представляет серьезную опасность для детей и взрослых. Вход на территорию котлована свободный, а такого быть не должно. Вот вы видите, мама с коляской куда спускается? Коляска пока сейчас снег держит. И коляска будет в котловане. А то есть тут вообще не огорожено? Это сугроб, да? И это снег. Это живой забор. Если хотите, можете прогуляться. За сугробом во дворе дома номер 61 на улице Вокзальной котлован для подземной парковки. По словам местных, его глубина около 10 метров. Стройка заброшена давно. Сегодня ее облюбовали дети, подростки и откровенный пролетариат. Собралась компания человек 5, наверное. Ну, взрослый уже там 18, 20, 25 лет. Ну, и гуляли, пили, и нужду справляли. Все это на виду у всех, ну, просто неприлично, неприглядно. И мы не хотим вот этого вот всего. Но видеть этот котлован, жить здесь, видеть постоянный котлован, видеть вот эту грязь. Вот сейчас снег чистят, как подходит трактор. Он цепляет ковш, подъезжает задом и вываливает в эту же яму сюда. Ну, то есть здесь гадюшник, по сути дела. Там вода стоит постоянно. Мне с восьмого этажа видно. Огромные ямы здесь уже 10 лет. Причем доступ на стройплощадку был свободный всегда. А в декабре здесь оторвалась еще и часть ограждения. Я как раз шла к своему подъезду. Порыв ветра. Эти вот листы металлические от забора полетели, как бумажки, прямо на меня. То есть тут опасно. Сейчас ведется политика пережливой экономики. Оберечь в первую очередь, что надо? Здоровье, быт, уют граждан. И мы этого не видим уже вот в течение... С 14-го года. С 14-го года. Ходим и боимся. Как бы что. Опасно. Там свалиться можно. Дыра такая. Доступится кто-нибудь. Там полетишь, а там дальше хлам весь лежит, доски, штыри, арматура. Не дай бог кто-то из детей что-то случится. Это вообще будем потом оплакивать всем этим районом. Как можно жить на строительной площадке? Действительно, маргинальное наше общество, которое посещает нас, было время и вызывали полицию. Бомжи обосновывались в бытовке строительной. Дети, которые постоянно гуляют, у них действительно свободный доступ. Покупая квартиры в этих домах, люди рассчитывали получить облагороженный двор с детской и спортивной площадкой. А теперь им даже парковаться негде. Хотя котлован, по иронии судьбы, как раз для этого и предназначен. Но мест для машин почти нет. С нашей стороны, со стороны первого подъезда, 77-го дома, там стоит такой же строительный забор, который, как правильно сказать, подмывается. Грунт подмывается, осыпается, и сейчас придет весна. Это еще, как минимум, минус три парковочных места, на которые сейчас ставят люди. Дальше все достаточно травмоопасно. Заброшенный проект теперь отошел третьим лицам. По последним данным, нынешний конкурсный управляющий этой стройки находится в Пензе. На звонки и письма предпочитает не отвечать. Сообщение рязанской организации, обслуживающей эти дома, тоже игнорирует. Это частная собственность, это абсолютно другое строение. То есть мы обслуживаем только жилые дома. И территорию, соответственно, прилегающую. Мы, да, наблюдатели этой истории. Только собственники помещений в этих домах могут обращаться, писать в соответствующие органы и как это повлияет на данную ситуацию. Ну, соответственно, что наши жители делают. Мы начали в феврале 2019-го с Карабасова, Ковалева, Панфиловой и так далее. Четырежды обращались в прокуратуру. Вот все ответы. Обращались в МЧС. В каждом квартире стоит газовый котел. Если что-то случится, людям придется прыгать в котлован. Не подъедет сюда спецтехника. Ну, и вот последнее письмо из администрации. Подписано ИО заместителем главы администрации Сариным, что процедура банкротства продлена до 7 февраля этого года. У них еще был недостроен дом на Баженово-34, но Николай Викторович выделил средства. Сейчас дом там достраивают. А к нам никакого внимания нет. Бывший владелец стройки компания Инжстрой теперь банкрот. Долгострой за долги кредиторам выставлен на торги. И кто им будет заниматься, пока неизвестно. Использовать можно его. Там все сделано капитально. Мощные опорные столбы стоят. Покрытие сверху видно, что еще можно спасти. Но пройдет немного времени, он будет разрушаться, как вот с этой стороны фундамент. Если можно будет, посмотрите, там вообще отслоение идет уже. Вот хотелось бы жить-то по-человечески. Не видеть вот эту картину. Выглянуть в окно стыдно. Недавно письма жильцов были отправлены и уполномоченному по правам ребенка. Опасность этого участка для гуляющей здесь молодежи бесспорна. Следующая инстанция суд. И заявление активистами уже подготовлено. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанская дирекция благоустройства продолжает очищать улицы города от снега в усиленном режиме. Причем теперь она адресно реагирует в том числе и на запросы жителей в соцсетях. Несколько таких оперативных отработок в нашем следующем материале. Отработку обращения граждан сотрудники дирекции благоустройства начинают с ротуара у городской клинической больницы номер 11. И вроде бы чистят здесь регулярно. Но местные активисты обратили внимание на участок, где им неудобно передвигаться. Сигналы соцсетей в дирекции благоустройства оперативно взяли в разработку. Ну вот сейчас у нас работают ручники. Чуть позже пройдет трактор, посыпет песко-соляной смесью. Когда смесь начнет работать, будем уже тротуар приводить в порядок щетками. Еще один снежный тротуар на улице Тимакова. Его подметают механизированно. Это новые тракторы. Та самая техника, которую закупили в этом сезоне. Поступают обращения на платформу обратной связи, социальные сети, на аккаунт главы администрации. Идут обращения со стороны жителей. В соответствии мы проводим мониторинг этих обращений. Порядка 87 обращений было на платформу обратной связи. Оперативно отработали половину. То есть остальные тоже находятся в работе. Ежедневно на городские улицы выходят около 70 уборщиков территорий и работников зеленого хозяйства. Рабочая смена 8-12 часов в зависимости от количества осадков. А уже ночью на рязанских улицах властвуют комбинированные дорожные машины. Погрузчики, бульдозеры и другая тяжелая техника. Город продолжают интенсивно очищать от снега. И по-прежнему в усиленном режиме. И в дополнение к теме. В мессенджере Viber рязанская администрация запустила специальный информационный канал по зимней уборке города. Канал предназначен для публикации фото и видео с конкретных мест уборки. А также для объявлений, где и когда в Рязани будут проводить грейдирование и ночной вывоз снега. Стать подписчиком зимнейуборки.рязань можно с переходом через специальный QR-код. Единственное, что у канала пока нет обратной связи. Напомним, идею с его запуском в мессенджере Viber предложила глава администрации Рязани Елена Сорокина на заседании регионального правительства. В Рязани стартовали уникальные военные сборы под названием «Зима в спецназе». Они пройдут вплоть до 16 февраля на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Уникальны они тем, что за две недели студенты двух московских вузов пройдут настоящую военную подготовку. Подробнее Валерий Седов. Товарищ полковник, личный состав роты в честь открытия проекта «Зима в спецназе» построен. Командир роты подполковник Фельмонов. Сорок ребят в строю на самом деле не солдаты. Это студенты двух московских вузов. Каждый из них студент в военной кафедре. Только вместо лекции в университете на две недели им предстоит ощутить на себе все тякоты военной службы. Это спецпроект «Зима в спецназе». Мы видели, как студенты занимаются на военной кафедре, как раз за разом туда ходят. Но они увидели огня в их глазах. И хотелось привить им и возродить интерес к военному делу, к тому, чем они на военной кафедре занимаются. Показать это с другой стороны, как это действительно происходит в жизни. Проект уже четвертый год. Причем проводят его как летом, так и зимой. Сейчас, естественно, условия жестче. Погода ребят не балует. Однако сюда, на базу Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, попали только лучшие из лучших. А с тем, что армия, а тем более спецназ, дело сугубо мужское, может поспорить вот эта милая девушка. Зовут ее Марина. Она студентка третьего курса Российского технологического университета. Я хотела поехать на зимой спецназе, потому что я была на леди спецназе, мне очень понравилось. Поэтому вот решила перед, так сказать, новым учебным семестром отдохнуть. Слова об отдыхе звучат с некоторой долей иронии. Пока об этом остается только мечтать. Летом эта хрупкая девушка в должности командира подразделения шла атаковать укрепленную позицию противника. Проводила разведку местности, поэтому нынешними задачами ее уже не удивить. Выдержала она их с честью тогда, выдержит и сейчас. Человек, который сам переступил через трудности, он получает от этого потом огромное удовольствие. В процессе тяжело, в процессе хочется плакать. Бывает такое, я видел, как люди плакали от ярости, пытаясь сделать больше, чем они могут, чем организм позволяет. Но они проходили через это, и потом это огромное удовольствие доставляло. Тактика специальная и стрелковая подготовка, навыки выживания, действия в тулу врага, это и многое другое ребятам будут преподавать профи. Педагоги РВВ ДКУ. Своей стороны обещаю, что преподаватели, назначенные для проведения занятий, вложат в вас не только знания и умения, но и душу. Ну и покажем быт и повседневную же недеятельность наших будущих лейтенантов, которые станут строить через два, через три года. Каждое занятие готовит ребят к финальному дню. Марш-броску, который организаторы называют рейдом выживания. На полигоне Сельца развернется имитационный бой, где вооруженные студенты обкатают реальную боевую технику. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Последний месяц зимы особо романтичных натур заставляет грустить и мечтать. Столько красоты и волшебства в этих трех суровых месяцах, что вдохновение в этот период черпают поэта и художники. С полотнами великих мастеров на зимнюю тему ознакомилась Марина Романюк. Монохромность зимних пейзажей – весьма обманчивый стереотип. Многообразие оттенков, полутонов и красок поражает воображение. Стоит лишь всмотреться. Привычные глазу картины внезапно выглядят совсем иначе в морозный день или в пасмурный, в сумерке или во время снегопада. И это не могло не интересовать самых великих пейзажистов, чутких к тонким переменам состояний окружающего мира. Самым известным произведением Алексея Саврасова считается полотно «Грачи прилетели». Оно находится в Третьяковской галерее. Но висящая в экспозиции Рязанского художественного музея картина производит ничуть не менее глубокое впечатление. Художник обращает внимание не на удивительную пышность и богатство русской природы, а на внешний ничем не примечательный уголок. И удивительно пронзительные оттенки голубого неба. Говорят, что такой цвет бывает всего два раза в году, в самом начале весны и в конце зимы. Завораживающий. Просто сложно пройти мимо. Это полотно создано через полтора-два года после написания знаменитых «Грачей». Здесь изображена зимняя дорога на окраине Москвы с вековыми деревьями, покрытыми инеем. Крестьянин везет дрова к дому, который виднеется на заднем плане. При этом здесь в одной картине уложилась целая история. Как и в пастели Валентина Серова «Зимняя дорога в Домотканово». Только здесь история сугубо личная, философская. Для каждого своя. Незаметными в переходах оттенками серо-коричневого цвета мастер передает удивительную атмосферу мягких зимних сумерек. Работа проникновенная и глубоко лиричная. И вот сейчас так легко представить, когда наступает темнота, цвет снега становится ярче и белее, чем цвет неба. А очертания предметов как бы размыты и расплывчатые. Хочется стоять, думать о чем-то хорошем. Вот эта тема дороги, тема выбранного пути – это всегда понятно и всегда очень близко любому человеку. А на этом полотне изображена лыбедь, знакомая каждому рязанцу место. В зимний день кисти Ивана Куриленко. Желтеющий закат, скованные инеем деревья и общий оттенок восприятия – сиреневый. Я очень люблю эту картину. Художник потрясающе талантливый, невероятный колорист. Долгие годы он преподавал в Рязанском художественном училище. Куриленко привез в Рязань вот такую любовь к яркому солнцу, наслаждению окружающей средой. И вот такой прозрачный воздух на этой картине мы тоже видим. Зима за окном на полотне Кустудиева останавливает и заставляет подумать об изображенной на нем девушке с цветами. Как и городские пейзажи. Ведь в городе зима совсем иная, чем за пределами. Этот пейзаж кисти неизвестного художника встречает посетителей в самом начале экспозиции. Его тоже можно долго рассматривать, вдыхая запах морозного лесного заката. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.egorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова